Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Да, депутат СМО от партии Согласия Андрей Климентев у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Ну, мы, как я уже сказал, понемногу начинаем подводить итоги года. И, кстати, лишний раз напомню нашим радиослушателям, что на сайте Микс Ньюз мы разместили голосование по итогам года. Призываем всех заходить и голосовать. Там по разным параметрам, не только политика, спорт, культура, все, что хочешь, и экономика. Вот в рубрике «Картина дня» вы сможете найти и проголосовать. Ну, и в частности-то мы, да, приглашаем людей голосовать за главное политическое событие года. Для вас, если так оглянуться назад, что вы бы назвали наиболее значительным политическим событием в Латвии в этом году? Позитивное, негативное? Любое. Просто самое значительное впечатление произвело. Вы можете сказать и позитивное, и негативное? Ну, я думаю, самое такое судьбоносное и для Латвии, и для определения Латвии на «Карте мира», это, конечно, внесение господина Лэмберга в список нежелательных персон. То есть, это именно политическое событие, а не экономическое? Сто процентов, конечно, так как Лэмберг на протяжении уже 20-25 лет является не только лидером самоуправления, но является и очень активным политическим деятелем, который, по большому счету, лично были годы такие, принимал решения, и Кабинет Министров соглашался с ним и продвигал его позицию. В данном случае, да, эту фигуру сняли с политической доски. Не знаю, как у него там будет с личными вкладами, с семьей и так далее, но в любом случае большой сегмент, который контролировался избирателями и вообще отраслями, ЗЗС, это зеленые крестьяне, это все-таки экологическое движение зеленых, это крестьяне, которые занимались аграрной политикой, довольно серьезно их издерживали. Все политические манипуляции непосредственно. Партия зеленых и крестьян, и, конечно, Лэмберг и Венспилс, действительно, это тоже будут большие перемены, не знаю, будут ли они позитивные или негативные, но в любом случае Венспилсу как самоуправлению, как порту, как одному из крупнейших работодателей в следующий год и конец того года будет тяжелым. То есть в любом случае это отразится на всех. Что там позитивного может быть? Ну, позитивное то, что если очень долго ты являешься лидером какой-то определенной отрасли, то если ты не перестраиваешься, не становишься более современным, пытаешься все время навязать свою старческую позицию молодежи, то рано или поздно это может отсыграть злую шутку. Действительно, в последнее время он почувствовал абсолютную власть, я имею в виду зеленые крестьяне в предыдущего созыва, и это как раз... Премьерская партия. Да, премьерская партия, которая не очень-то считалась с оппозицией, не очень считалась с новыми веяниями, как раз и снесла эту фигуру с политической игры. То есть, в любом случае, это как раз всем сегодняшним либералам, всем сегодняшним новым политическим силам, которые еще более отчаянны и беспринципно пытаются навязать свою политическую волю большинству сегодняшнему в Риге, в парламенте и в других самоправлениях. То есть, в любом случае, попытка взять авторитарно сегодня все под себя, поджать, после этого случая доказывать, что это возможно крикосрочное, но на дальнем перспективе все сегодняшние политические заявления лидера, которые появились, пытаются игнорировать всех остальных, то есть, рано или поздно плохо закончат. Ну, надо полагать, не знаю, вы согласны ли с мнением вашего коллеги и соратника Нилу Ушакова, который вот разразился тоже постом, мнением по этому поводу, с достаточно громкими заявлениями по поводу того, что Латвия втягивает себя в кризис крупнейшей 1991 года. И просто я хотел по поводу Ленбергса спросить, вы тоже указали на негативные и положительные аспекты этого вопроса, этого кейса, но вот как я понял со слов Ушакова, что он это видит, что пытаясь бороться с какой-то коррупцией условной или неусловной государства, само пилит сук, на котором сидит, условно говоря. Ну, борьба с тем, с той проблемой, которую создавал Ленберг, в том числе, возможно, нарушая закон, необходимо Латвии самой было разобраться, прежде всего. То есть, это несостоятельность нашей юстиции, это те министры и правительства, которые, к сожалению, не контролировали как раз скорость прохождения судебных процессов. То есть, конечно, он судится 10 лет ненормально, если есть доказательства, то прокуратура должна быть более активна. В данном случае я больше волнуюсь не за него лично, а больше волнуюсь за порт, который не был готов в Янспилске к таким спискам, которые сегодня находятся в очень бедном состоянии, так как у него контракты, которые должны выполнять до конца года, контракты, которые должны быть реализованы в будущем году. И, естественно, все предприниматели, которые работают с портом, как всего лишь одним из элементов логистики, то есть он не будет вкладывать свои возможности будущего, транспортировку леса и всех других сыпучих материалов через порт, который находится под санкцией. То есть, в любом случае, сегодня, если у него на столе есть два контракта с Клапиедой и с Венспилсом, он будет связываться с тем портом, где у него гарантируют 100% беспроблемность. То есть, в данном случае, это бизнес только. И здесь я больше волнуюсь за нашу отрасль, которая, по большому счету, тоже пополняет бюджет довольно существенно. И правительство, и наши послы, и все остальные сегодня радуются, хлопают ладошку, что слаймерами победили, но в любом случае отразится все равно в бюджете будущего года. Я не знаю, как там кризис, не кризис полностью, по всей инно-транзитной отрасли пострадает, это не только имиджевая вещь. Это, прежде всего, контракты, которые, если не будут заключены в ближайшее время, то их надо будет ждать в следующий год. Это можно сравнить с банковской историей, когда тоже у нас активно наводится порядок, вот все эти капитальные ремонты и прочее. А с другой стороны, все говорят о том, что мы теряем огромные деньги и так далее. Я согласен с вами, что можно сравнить, но банковский сегмент, он работал, если мы говорим по БЛВ, по остальным банкам, они не настолько были важны для экономики Латвии. Все-таки транзит дает бюджеты в налогах, и у них специфика работников другая. То есть, около них выстраивается целая инфраструктура, и транспортные компании, и клининговые компании. То есть, в любом случае, закрытие одного офиса, большого даже, в центре города, это плохо, это обидно, это несколько сотен тысяч человек, которые останутся без работы и будут переклифицироваться. А тут, понимаете, порт для Венспласса – это градообразующее предприятие. И в данном случае там будут не сотни увольненных, а, боюсь, тысячи увольненных вследствие этого. И самое ужасное, что, понимаете, завоевать сегодня какой-то сегмент привалки грузов – это одно удержать, это намного сложнее. И если ты уже потерял, то потом попробуй выйти на таллиннские порты и так далее, отбить, что ты у них. То есть, этот коллапс будет использоваться нашими конкурентами, и они заберут, и предоставят лучшие скидки, предоставят лучший сервис, и люди просто не вернутся к компании. Вот это нельзя пострадать с банковским сектором, потому что в данном случае пострадают простые люди, пострадает город, пострадает бюджет и все остальные. То есть, бюджет все-таки от транзита непосредственно существовал, особенно по позициям государственных налогов. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы. Также связывайтесь с нами по WhatsApp, 2-3-0-6-1-91. Ну вот как раз мы заговорили о безработных, о возможно безработных. Это напрямую касается вас, как члена социальной комиссии Сейма, и что, если мы уже переходим с итогов этого года, немножко на прогнозы на следующий год, на что могут рассчитывать безработные в следующем году в плане соцвыплат и так далее? Будет продолжиться ли этот тренд на их уменьшение, учитывая, что их сейчас станет больше, скорее всего? Да, к сожалению, я думаю, самое страшное, что может в политике быть, это национализм, это неуважение ближнего, это неуважение партнеров, думаю, в случае какие-то человеческие факторы, но люди, которые приходят, не профессионалы, люди, которые приходят без базы данных определенных в отрасли, это самое страшное. И вот как раз сегодня у меня в социальном сегменте люди пришли, которые за год ничего не научились, и министр, который не видит людей, не видит системно каждый из элементов социальной защиты. Это вы право министра благосостояния Романа Петровича? Вы право министра благосостояния Романа Петровича? Убеждали многие, общественные организации и мы, но она считает, что ради сокращения бюджетных выплат, порядка 10 миллионов это будет стоить, она имеет право делать все, без всякой ответственности за этих людей. Непосредственно настолько обнаглела, что подала поправки еще и по правилу, по формуле начисления, она предложила не учитывать последние 4 месяцев заработных плат, то есть при расчете пособий безработицы. На протяжении двух недель мне пришлось с коллегами в комиссии, которые тоже, к сожалению, не слышат людей биться о том, что так поступать нельзя. Уже если два сокращения было по одному из пособий, то вводить третье ограничение, которое в среднем по расчетам профсоюзов сократит конечную цифру по пособию на 50 евро. То есть, если было 360, то на 50 это очень существенно. В данном случае, привлекая экспертов, работников профсоюза и других заинтересованных лиц, которые видят немножко системно политику социальной безопасности, нам удалось отбить это. Под моей редакцией, под мои поправки, все поправки, которые касались двух законов об безработице и по больничным листам и выплатам будущим мамам, были изъяты эти нормы, изменения формулы. Но сил было потрачено очень много и было очень много потрачено, понимаете, такого опустощающего непонимания страны коллег. То есть, войдя в политику, люди должны иметь или знание, или желание научиться. Люди приходят в политику и думают, что, войдя в кабинет, они имеют право на собственное мнение, которое не из-за знания академического или не знания советов, советников, юристов и так далее. Они приходят и говорят, у меня такое мнение есть. Как в искусстве, у нас могут быть разные вкусы, у нас могут быть разные отношения к разным работам, к художникам, направлениям и так далее. Но в любом случае, мы в искусстве имеем право иметь разный взгляд на картины. В данном случае, каждый один любит классику, другой любит авангард, и мы можем жить с этим полностью, восхищаясь собственным вкусом. Но это не значит, что мы имеем право навязывать его, если мы говорим о непонимании или незнании политической системы. То есть, в данном случае люди пришли, вот они это видят вот так, и это будет так. Но ведь обоснование же какое-то было? К сожалению, нет, так как сегодня вы обратите внимание на другие процессы, в других комиссиях. То есть, люди считают, что если большинство сколотили банду, то они имеют право большинством прогибать и нагибать всех. То есть, прекрасно понимаете, что и в Риге сегодня такая же проблема. То есть, если юристы одного министерства подают поправки к закону о Роспуске Рыжской Думы, и большие юристы, которые надирают этот процесс в канцелярии, говорят, что это проблемная вещь, что надо ее менять, все равно юристы продвигают дальше, абсолютно реагнорируя юристов, которые постарше. В данном случае и парламентские юристы были против того, что в этой редакции принимали поправки закон о безработице или как раз о Роспуске Рыжской Думы. Но они считают, что депутат имеет право на супермнение, на суперзнание, на супервидение, совершенно без всяких оснований на это. И большинством голосом продавливают такие вещи. Вчера комитет министров полностью без всяких новых каких-то аргументов продавливает закон о Роспуске Рыжской Думы. Так же самое проходят сейчас законопроекты, которые ущемляют того или иного персону. Ну, просто им так кажется, что так лучше. Да, они ошибаются, но понимаете, если вы принимаете ответственное решение, вы должны принимать его на основании знаний, консультаций с экспертами, более глубоким анализом. То есть здесь поверхностно, а мне так кажется, и вперед. Но вы же сами сказали, что это сэкономит порядка 10 миллионов евро, которые можно будет потратить, скажем, на зарплаты медикам, которые обещались Сеймом ранее. Да, начнем с того, что деньги, которые выплачиваются по пособиям, это социальный бюджет, он, по большому счету, не имеет права финансировать государственные приоритеты, государственные какие-то направления и социального бюджета. То есть это наши страховые деньги, которые мы купим на случай страхового случая. То есть мы сами застраховались на пенсию, на личный лист, на пособие безработицы. Они накапливаются в специальном социальном бюджете, и в случае этого риска нам из него выплачивается. Здесь такая ситуация, что этот маленький бюджет, который касается безработных, он очень большой. То есть в любом случае в нем накапленных средств на несколько миллионов больше, чем выплачивается. То есть из него изъять деньги совершенно безосновательно и преступно, так как нарушается принцип доверия. Мы сами 100% страхуем, например, какую-то вещь, мы прекрасно понимаем, что если из вещей произойдет, страховая компания выплатит нам ущерб, если будут страховые случаи. В данном случае страховая компания при выплате не имеет права сказать, вы знаете, у нас здесь сложная экономическая ситуация, мы вам выплатим не 100% по КАСК, а 50%, потому что вы страховали полный объем. То же самое и государство. Если вас застраховали на 9 месяцев в случае безработицы, то государство не имело права менять правила игры. И в этом бюджете, напомню, по итогам этого года, в общем социальном бюджете дети пенсии, пособия по рождению ребенка и так далее, порядка 219 миллионов мы переплатили. То есть мы как люди, которые платим налоги, организователь за нас платит налоги, он переплатил больше, чем выплатил. И даже сверх плана. Сегодня профицит, то есть остаток на этих счетах у нас на общих, около 1 миллиарда. То есть в любом случае это самая большая за все 30 лет независимой Латвии профицитная история. То есть по большому счету трогать его нет смысла, так и пополняемость нормальная. То есть мы должны хотя бы выполнять все обязательства, которые мы ранее на себя приняли как государство. Сокращать 10 миллионов для того, чтобы отдать кому-нибудь другому, в принципе нет никаких оснований. И права нет. Звонок, когда кто-то настойчиво звонит, наденьте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас, доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста. Меня Алексей зовут. Вот у меня такое не вопрос, а реплика. Я не понимаю, почему повышается акциз на топливо. И можно посмотреть реально, сколько стоит топливо сейчас в Литве рядом. И учитывая, что в Литве еще в эту сумму стоит транспортный налог в стоимость топлива. Так вот в Литве сейчас на 12, уже сейчас на 12 центов дешевле. И у меня вопрос, а почему люди, которые это принимают, чем они думают? Ведь все завязано на логистике, абсолютно все. И все будет дорожать. А рядом Литва, которая дешевле, намного стоит топливо. Просто реально намного уже. И еще там дорожный налог включен. Спасибо. Не знаю, насколько по адресу у нас оппозиционер все-таки. Нет, я просто коснусь социальной сферы. У нас самый высокий налог на рабочую силу. Я говорил 10 раз. Ладно, хорошо, с топливом мы разберемся. Самый большой среди кого? Среди Балтийских стран. То есть в любом случае сегодня намного выгоднее инвестору, иностранцу открывать любое предприятие, любого характера, будь то связанное с IT-технологиями или с тяжелыми рабочими руками. Все выгоднее открывать в Эстонии и в Литве. То есть любой логический парк, любое производство пластмасски или железки выгоднее там, так как налог на рабочую силу меньше. То есть он платит меньше налогов, и работник получает больше. В случае, если вы уходите на какую-нибудь базу 1000 евро в месяц. И в данном случае мы постоянно предлагаем сократить. А тут случилась такая ситуация с теми самыми безработными, которые вы подняли. То есть если вы платите по старому, а получаете меньше, то это технически получается, что мы опять подняли налог на рабочую силу. То есть вы платите старую ставку, долю социального налога, связанного с безработицей, а на выходе получаете намного меньше. В данном случае Латвия очередной раз нарушает принцип балтийской конкурентной борьбы. То есть мы опять, по большому счету, повысили налог на рабочую силу. То есть совершенно согласен я с радиослушателем, что акциз важная составная часть, это как кровь, которая пополняет организм и разносит полезные вещества по организму. Там в данном случае дизель и бензин и все остальное, что связано с акцизом, он то же самое дает. То есть в любом случае Латвия будет объезжать, будет заполняться до, после границы. Латвия не такая большая, можно проскочить всю территорию Латвии, не заправляясь. И это будет потеря. И это опять же непрофессиональный подход к экономике. То есть все прекрасно понимают, что с понижением, ну я понимаю 100% своим опытом, что понижая налог на рабочую силу, мы получим бюджет больше. То есть люди начнут... Но ведь в краткосрочной перспективе будет меньше поступления бюджета. Да, совершенно верно. Но это у нас сегодня... А у нас уже не... Но у нас не проблемная ситуация сегодня в республике. У нас нет кризисов. У нас хорошо пополнится бюджет. У нас 10-миллиардный бюджет, который первый раз в истории Латвии. В этот момент мы должны были уйти по ставкам социального налога ниже. Для того, чтобы быть более привлекательным для инвесторов, более привлекательным для легализации доходов. То есть в любом случае, обожидателю было бы выгоднее заплатить легальный налог социальный и все остальные, подоходный налог, если он сокращается, чем пытаться его легализовывать в конвертной системе, подставляя под себя работников, проходя под уже статью уголовного кодекса. То есть в данном случае не репрессиями и сумасшедшими штрафами или угрозой уголовной ответственности, а за счет того, что государство делает шаг, тебе сокращает налоговую базу на рабочую силу, ты легализуешь значительную часть своих расходных позиций по зарплатам. Вот, пожалуйста, да, в Казахстане мы потеряем где-то примерно 7-8 месяцев, пока переставится будет система. Но в дальнейшем мы станем конкурентными. Понимаете, дело в том, что потеря партов это не только потому, что он непредсказуемый на будущий год. Но ведь там и рабочий, и грузчик стоят дороже, чем в Таллине. Вот тоже проблема. По поводу Рижской думы все-таки, и вообще вот ваша реплика по поводу того, что у нас нет никакого кризиса, вот если мы так посмотрим, чисто вот такую раскладку, я не знаю, просто новостей, да, и по тому же году, да, мы видим, что Рижская дума находится на грани распуска. Сейм, ну, на грани, так сказать, нельзя, но какие-то ползновения в эту сторону и тоже такие кризисные признаки присутствуют. Вот, ну, в принципе, кстати, если говорить об итогах года, то вот промежуточно наши читатели, они выбирают таким вот главным событием кризис в Рижской думе. И да, как вы сами сказали, вчера правительство поддержало. Как вам кажется, вообще дойдет до этого? Сейм проголосует за? Или в этом смысле ожидается какие-то сюрпризы? Парламент будет работать как машина для голосования, то есть здесь не будет большого... Ну, может быть, вы проводите какую-то куларную работу, я не знаю, как ПВЛ, вы против, может, кто-то еще подключится. Нет, здесь в данном случае, конечно, и я рад, что есть коллеги, в том числе и из коллекционных депутатов, которые посмотрели кругом, что реально-то нет кризиса. В Рижской думе очень много проблем. Мы, опять же, согласны с критиками, и я так понимаю, что депутаты готовы меняться, и я надеюсь, и будут меняться, так как мы немножко тоже в парламенте устали от каких-то вещей, которые Рижская дума творит. Но здесь мы говорим, как и случаем с Лэнбергом. Если вы хотите бороться с конкретным олигархом, с конкретной коррупцией и нарушением закона, то, пожалуйста, придите его как объект и разносите пух и прах, используя правовые инструменты. Нельзя сегодня войти из какой-то санкции и разнести полгорода, уничтожив все контакты, бизнес-контакты, порты и так далее. То же самое происходит в Рижской думе. Если у вас конкретный чиновник, конкретное подразделение, они справляются со своими задачами. Нельзя сегодня затеять перевыборы и разогнать всех, потому что им кажется, что какое-то там мусорное соглашение не выполняется. Сегодня конкретная ситуация, нет проблем с кризисом с мусором, нет проблем сегодня с компаниями. Тем более мы будем реалистами сегодня, этот мусор все равно выводят одни и те же компании, одни и те же люди. Не появится компания, которая прилетит со своими мусорниками и моментально начнет по-другому возить мусор. В любом прекрасном, мы в Риге знаем, мы слишком маленькие вообще для кого-то, для иностранных компаний мусорных, для того, чтобы заниматься нашим мусором. В любом случае это будет 3-4 персоны, скорее всего, с одним владельцем, который в любом случае этот пирог поделит. В данном случае они пытаются как бы слить из пушки, даже не по воробьям, наверное, а более мелким, наверное, комарам. Так как в данном ситуации они хотят поменять ситуацию в Рижской думе, организовав перевыборы. Притом, что все наши внутренние компании по опросам, соцопросам, говорят, что рижане, по большому счету, большинство рижан устраивает то, что происходит сегодня на улицах города. Да, недовольны, да, с проблемой. У кого-то не золотали яму, кому-то там не отремонтировали фасад. Но в любом, в общем, вот такого кризиса доверия по отношению к рижане нет. Вот посмотрите, все вопросы. Это какие-то внутренние вопросы. СКДС, нет, СКДС большие. Да, то есть как-то ничего заявилось в первый же день после заявления Пуцы. Крупнейшая компания, соцопросов, сказал, что рижане, по большому счету, сегодня довольны, так как работает Рижская дума. Но помимо мусора накладывается еще то, что происходит внутри самой Рижской думы, да, вся эта череда просто каких-то качелей бесконечных, большинства, меньшинства и прочего. Вот насколько вы оцениваете ответственность и согласие? Я просто вы так сказали. Да, я с этого начал, да. Просто насколько вообще сообщение между вашими коллегами, вот вас в своем рижской думе, оно вообще происходит и как вы это видите? По партийной линии, да, конечно. То есть мы как партия, у нас есть и правление партии, где мы встречаемся. Но я как старший коллега с национального парламента не могу прийти к депутату Рижской думы и сказать, слушай, не занимайтесь ерундой. К сожалению, да, я сам лично, как и жанин, как житель Генгаракса, недоволен, как работает Рижская дума. Я если бы о вопросе, я бы воздержался, может быть, поддерживать ее. Но в любом случае я не готов сегодня распутить думу, созвать ее на 5,5 лет для того, чтобы поменять всего лишь политическую карту. Так как проблемы останутся в городе, в любом случае не финансирование больше будет, не других новых каких-то ноу-хау есть. В любом случае, поверьте мне, через полгода, когда будут результаты новых выборов, те же самые мусорные компании будут заниматься той же самой вывозом мусора. И поверьте мне, те же самые мосты будут находиться, опять же, в оранжевом ограждении и недопуске. Проблема здесь больше как бы системного подхода к этому. Если у нас нету мостостроителей, к сожалению, из-за того, что мы ведем безграмотную политику по отношению к компании, которые находятся за пределами Латвии по поводу реновации и восстановления мостов, там надо искать намного глубже, почему нету тех мостостроителей у нас и так далее. А через полгода, ну, вы так уже говорите, видимо, эти выборы все-таки состоятся. Какими вы видите результаты? Что, изменится что-то? Шансы согласия, например? Ну, согласия пока нет, проблем с рейтингом. Ну, как даже нет. На общенациональном уровне падение довольно серьезно. Я имею в виду, ну, по сравнению с позицией... Или Париги вы имеете в виду? Нет, вы обратите внимание, конечно, у нас есть падение. То есть, все эти последние перипетии отражаются на рейтингах. Но мы сохраняем первую позицию, абсолютную. И все коллеги, которые находятся за нами, да, то есть... Нац-объединение сейчас на втором месте. И консерваторы и так далее. У них падение такой же, как у нас пропорционально. Ну, на сблока выросла, по-моему, поддержка. Ну, там не сильно, там смысл в том, что на выборах в Сэйм согласие тоже находится на первом месте, но не попадает в коалицию. Важно же на следующих выборах не победить всех, а вместе с чьей служить Рюгии, я так предполагаю, набрать коалиционное большинство. Ну, да, мы все это понимаем, естественно. Да. Вот удастся этого... Ну, вы пытаетесь держать власть, это называется. Да, но я скажу, что очень активно работают новые игроки. Я думаю, что на выборы в Фридической Думе будут новые партии стартовать, и будут новые победители. То есть сегодня разочарование в новых депутатах парламента настолько велико, что, скорее всего, протестный векторат голосуя за Ригу отдаст не за партии сегодняшней власти. То есть зря пар считает, что господин Пуца, что они являются лидерами мнений, и то, что они делают, все, что они делают, люди понимают. Вы обратите внимание, что если мы смотрим как раз по рейтингам пара, то у них падение. Если мы смотрим по личным рейтингам, то господин Пуца, который ведет параллельно еще войну с местными самоправлениями по территории Латвии, тоже все плохо. Он даже в вопросах зрителей на государственном телевидении проигрывает. То есть если мы ставим, понимаем, аудиторию какая, да, то есть мы ставим на вопросник, кто вам больше на нервы действует, Нил, бывший мэр Согласия Иричской Думы, или господин Пуца, то Пуца в данный момент набирает абсолютно больше негатива. То есть в данном случае консерваторы, которые приходили с лозунгом победить чего-то, после года нарушили все правила игры, они отобрали невыполнение обязательств по трем позициям по закону по образованию, по закону о плате медработникам, по финансированию культуры. То есть люди пришли, не говорим про лозунг, три раза по 500, да, то есть в данном случае система ухудшилась. Они допустили, что пособие по безработице сократилось, они допустили, что медицина не дофинансируется. Извините, почему думаете, что, видя их проблемы невыполнения обещаний на национальном уровне, побегут голосовать за людей, которые будут претендовать и обещать что-то в Риме? Ну, я просто от лица говорю, там более скептиков по отношению к согласию. То же самое можно перевернуть со стороны Рижской думы и национального масштаба по отношению к согласию. Почему, если в Рижской думе мосты стоят, то они на национальном уровне что-то смогут сделать? Я согласен, но дело в том, что этот кризис мог у нас выскочить после 10 лет нахождения власти. То есть, ни одна правящая партия не может похвастаться бессменным руководством какой-то отрасли на протяжении 10 лет. Да, естественно, проблема роста. То есть, мы не успели перестроиться, то, что я говорил в начале передачи, как Лемберг не успел перестроиться под новые технологии, под новых людей, под новые тенденции, и сгорел, потому что он пытался еще и навязать. Все, так и мы после 10 лет не делали рейс-стан. Такой вопрос очень многих интересует. Вот в случае выборов, которые уже как будто бы неизбежны внеочередных в Рижской думы, должен ли Нил Ушаков торжественно вернуться? Потому что одни говорят о том, что без него, в принципе, шансов мало, а другие говорят, и тоже справедливо, что это, конечно, будет уже совсем смешно. Но человек просто уезжает торжественно, приезжает торжественно. Что это такое вообще? Для того, чтобы победить и не разочаровать людей, мы должны поменяться. То есть, у нас должны быть новые люди. Мы должны жестко погасить те источники заразы, которые есть в нашем обденении. То есть, в любом случае, всех людей, которые привели нас в кризисную ситуацию, мы должны как бы и вывести за пределы списка, безжалостно. Это крови фракции независимых депутатов. Вы еще кого-то? Нет, нет, естественно. То есть, все люди, которые виноваты непосредственно в кризисе Рижской думы, то есть, депутатов от согласия по партийной линии, мы должны как-то вывести. Это понятно, что это за люди? Я думаю, что у нашего непосредственно руководства есть, конечно. Я не буду как бы запугивать, но в данном случае мы должны провести ревизию. Если мы не поменяемся, то мы не то, что не поменяем, мы потеряем и даже и лидирующие позиции на национальном уровне. Некоторые, кстати, сами уже потихоньку. Вот Байба Розентала, довольно многолетний член партии, взяла и перешла. Хочем учить служить Риги. Ну, учить служить Риги, но тем не менее. И принципиально другую партию. Ну, и не настолько многолетние, что мы говорили, что это является ключевой персоной, все-таки это человек, который пришел к нам из других партий. Да. Ну, да, они выдерживают нервы у некоторых членов партии, они выходят. Но в данном случае мы никого не держим, не уговариваем. То есть, если есть проблема, то до свидания. То есть, в данном случае Байба Розентала очень хороший врач. То есть, я как ее специалист, как человек, который отвечает в том числе и за медицину, я скажу, что мне как с врачом, как с человеком, который уходит в больницу, мне с ней найти общий язык. Она профессионал, в любом случае. То, что политически она, в другом случае, нестабильна, но это ее личное дело. То есть, в данном случае это личное решение. Ну, давайте звонки еще примем. Да, вот появились. Так бывает. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Пожалуйста. Господин Клементьев, я с вами согласен, действительно, у вас никакого кризиса нет. Это бюджет хороший. Вы, так сказать, сидите стабильно. Можете 10 лет. Какой у вас кризис? Нету. А вот в медицине почему-то кризис. Вот выходят на протесты медики. Скажите, пожалуйста, вот, судя по высказываниям слушателей, в частности, болткома, большинство, так сказать, склонно к тому, чтобы провести аудит в медицинской отрасли. А куда же денежки уходят? Ну, как бы, вы к этому скептически относитесь. Никакого аудита. Ну, выделите опять деньги, так сказать, пробьют как-нибудь. Опять эти деньги уйдут в песок. В целом поняли вас. Я говорю так, что я был один из тех людей, который протащил решение в декабре прошлого года о том, чтобы сохранить темп роста зарплатных плат до 20% для медработников. То есть, да, действительно, и в этом в парламенте меня упрекают. То, что я не взял, ну, как депутат, который работает в профильной комиссии, не взял ответственность на себя, зная о невозможности выполнить финансовых обязательств, имея базу финансовый отчет. То есть, мы, да, действительно, год назад, в декабре прошлого года, знали, что для бюджета будет очень сложно выполнить зарплатную плату в этом объеме, который заложен в законе. Но я считал, что если мы сегодня видим сумасшедший отток людей из медицины, то мы должны его сохранить любым способом. У нас может быть новая больница, новая оборудование, которая, в конце концов, сейчас и есть, но мы ни в коем случае не должны потерять людей. И в данном случае, вот был опрос здесь у нас, и проводили расследование журналисты, я сказал, и не прятался никогда. Я был 100%, зная о том, что у нас нет финансов, за то, чтобы в законе сохранить норму и ввести ее в закон норму о повышении заработных плат медикам на 20%. И я знал, что будет плюс, просто необходимо весь этот плюс было около 176 миллионов евро. Просто надо было перенаправить, не размазать ее по всей республике, по чуть-чуть всем. Необходимо было просто один сегмент закрыть. То есть, надо было все деньги почти отдать медицине. То есть, в этом случае я, как депутат, выполнил свою задачу. К сожалению, большинство потом соскочило, отказавшись от своих ранее взятых обязательств. Теперь по поводу медицины. Вот я вас прошу, а вы знаете, сколько в день тратит, в один день, государство тратит на медицину? 3 миллиона 300 тысяч. Да, совершенно верно. То есть, очень легкая-легкая схема. Берем общий бюджет, там порядка 1,2 миллиарда и делим на дне. Представляете, вот такие деньги каждый день платят медицину. Плюс я знаю, что порядка полумиллиарда мы платим как пациенты. Официально, неофициально. Это вообще порядка у нас в медицине 2 миллиарда. Ну вот слушатели предлагают провести аудиторию, куда уходят деньги. Понимаете, дело в том, что это не новая идея, но менялись министры, менялись чиновники, которые ругают административным корпусом. В любом случае, я лично не понимаю, как мы, осваивая такие сумасшедшие деньги, не можем обслужить 2 миллиона насилия. Ну, грубо, даже меньше 2. Притом, что есть персоны, которые годами не обращаются к врачам. Ну вот представители власти, конечно, даже об этом говорил, что еще вопрос в больницах, как они уже эти деньги распределяют. Согласны с этим? Да-да-да, я согласен, но вы представляете, что мы, чтобы обслужить 1,7 миллиона, тратим 3,3 плюс пациентские взносы и не можем удовлетворить население. Вот в этом проблема. И тут не ардит поможет. Здесь, понимаете, есть дело в том, что я могу долго об этом говорить, и у нас много проблем и с людьми, и с персоналом, и с профессионализмом. Но в данном случае денег должно уже как бы и хватить на что-то такое, чтобы люди не жаловались каждый день на медицинскую. Но при этом эта сумма, она ниже, чем в тех же соседних странах, в той же Эстонии, там же выше. Ну, да, это значит, но там система страхования другая. Просто другая система. Что почему каждый день тратят 3,3? У нас в любом случае нет пациентов, которые счастливо пообщавшись с нашей системой страхования. Почему у нас каждый день есть жалобы? Нет, нет, у нас есть счастливые пациенты. У нас какое-то время назад был круглый стол с иностранцами, которые перехали жить в Латвию. Они как раз хвалили цель здравоохранения. Они хвалили сегмент чартных клиник. Они хвалили клиник, которые у нас образовались довольно успешно, занимаясь медицинским туризмом и так далее. То есть люди, которые 100% оказывают коммерческую услугу в медицине. Да, и сравнить с ценами за пределами Латвии, со старой Европой, у нас это ниже, и специалисты у нас не хуже. Но то, что специалист, отрабатывая в Латвии в лучшем случае 2 часа на государство и потом все остальное 6 часов из своих 8 в частной клинике, мы как государство только теряем. Я хотел вас спросить, возвращаясь к тому, что вы говорите, что кризиса нет, что бюджет у нас самый большой, 10 миллиардов за последнее время. При этом у нас не хватает денег на медицину, не хватает денег на образование, не хватает денег на МВД, не хватает денег на спасателей. И очень много сфер, где почему-то не хватает денег. При этом, говорите, 10 миллиардов самый большой бюджет и 1 миллиард накоплений в социальном бюджете, которые никак нельзя никому перераспределить. Вам не видится в этом противоречия? Да, конечно. Управление деньгами производится неграмотно. А кто за это отвечает? Комендарь министров. Большинство в парламенте, которые сейчас, между тем, занимаются какими-то вещами для того, чтобы расширить поступление в бюджет не за счет повышения налогов, а за счет других инструментов, при лечении большей рабочей силы, открытие новых предприятий, при лечении инвестиций, занимаются внутренней борьбой с Трешкой Думой, например. Или, например, борются сегодня усиленно с венспилскими товарищами. То есть, в любом случае, да, это безграмотно, непрофессионально и совершенно бестолково управление страной. Да, у нас мало времени остается. Очень хотелось спросить, согласие поддержало вопрос сбора подписей по референдуму о распуске, правильно я понимаю? Да. Почему, собственно? Что, в чем цель? Каким вы видите успешный исход референдума или распуска? Ну, скорее всего, распуска. Я считаю, что, например, социальная комиссия, которая в этот год работы 13-го парламента, 13-го Сайма, не создала ни один продукт, который улучшает жизнь пенсионеров, не заслуживает дальше работать в этом самом составе. И в этом году... Но там ни одного не было? Ни одного. Разве не повесились какие-то пенсионные работы? Да. Вы сейчас скажете, да, про индексацию пенсии, да, довольно успешная, очень хорошо. Но это заслуга не этого парламента, а предыдущего парламента и нашей комиссии, в которой была честь мне работать, и начальника комиссии, министра благосостояния на этот момент. То есть, да, была разработана схема, при которой индексация в этом году, в октябре была порядка в среднем 25-30 евро. Это хороший шаг вперед был. Мы, зная, что у нас есть профицит, мы с ним работали. И я пришел сразу, как только был создан новый парламент, пришел в новую комиссию и поставил следующие шаги на стол по улучшению. Как я знал, что есть финансовые у нас накопления, небольшие, там, по 15-17 миллионов, но в любом случае были реальные шаги для того, чтобы улучшить ситуацию пенсионеров. Если бы мы бы, если бы они просто так не выкинули бы их в мусорник, да, после полугода дискуссий, то мы тогда в будущем году бы могли говорить тоже о значительном повышении некоторым людям пенсии и пособий. Но в связи с тем, что в этом году эта комиссия не заложила ничего в новом закону, то есть в будущий год для этой категории лиц, которые живут за счет пенсии и пособий, ничего нового не принесет. Так как у нас очень социальная система, потому что она очень энергообъемная, у нас очень много людей, получающих пособия, у нас очень много финансов обращается. У нас для того, чтобы разогнаться, необходимо год работать над законом, запустить его, найти под него финансирование и потом только реализовывать. Да, с индексацией мы работали год, с пенсиями по потере супруга мы работали там порядка трех лет, потому что еще раз говорю, чтобы запустить такую машину, вот вы говорите по поводу безработных, потому что они ухудшили ситуацию, я согласен, так они ухудшили жизнь ни одном, ни двум, а они ухудшили 32 тысяч человек, в следующем году будут получать меньше, потому что этот министр сделал ошибку. Поэтому у нас это сумасшедшая ответственность, и если это в этом году комиссия не создала ни одного продукта, то естественно ей нет права работать, так как у нее по большому нашему циклу получается, что в лучшем случае за этот период есть возможность создать два продукта. Как я бы говорил, что год разрабатывается, год запускается, поэтому если эта комиссия не меняется, а она не хочет меняться, она просто сидит, как говорится, ровно, то в данном случае лучше новую созвать и работать с новой комиссии, с перспективой, что будет у нас более понятные, понятливые коллеги профессиональные, для того, чтобы какие-то продукты были создавались. Я еще раз говорю, что очень жаль, что мы там говорим, что смена парламента на две трети пошла для экономики, для социальной политики и для политической ответственности в минус. Спасибо большое. Андрей Климентьев, депутат от Согласия, был у нас сегодня в гостях.